Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей, и сегодня у нас будет макияж на 100 рублей. То есть я буду использовать продукцию, которая стоит не больше 100 рублей. На самом деле это было трудно, с одной стороны, набрать... А, историю этого видео, это просили у меня мои зрительницы, сними такое видео, до 100 рублей, до 500 рублей просили. Можно даже что-нибудь дорогое снять, но вот я решила на 100 рублей найти, потому что у меня некоторые есть косметика в эту цену, да, которая входит. И мне самой стало интересно, что я найду и что можно сделать, потому что мне кажется, что достаточно хороший будет макияж. Единственное, с чем у меня возникла проблема, это с кремом, потому что у меня нет крема, может кто-то помнит, но я не смогла найти крем, который меньше 100 рублей стоит. И BB... А, ну BB крем это я нашла в фикс прайсе, мы его сейчас будем пробовать. Корректор под глазки, у нас его не будет, я буду, в общем, думать. И еще пудры у меня тоже нет до 100 рублей, даже 200 нету, они все какие-то дорогие пудры нынче. Но я не стала использовать мел или муку, как это делала я в прошлых своих видео. Со всем остальным вроде бы не было проблем, и румян тоже нету. Ну, в общем, ладно, давайте приступим к макияжу до 100 рублей, я покажу то, что я нашла до 100 рублей, и вообще, в общем, все получится у нас. Значит, от того, что у нас не было крема, я буду использовать чистая линия, по-моему, он стоит до 100 рублей. Единственное, что я не помню его цену, но чистая линия, она, по-моему, недорогая, а это мицеллярное молочко. Я буду его использовать для того, чтобы просто увлажнить свою кожу и очистить тем же самым. Я нанесу как крем, вот так вот, вот так вот, вот так вот, ну, не очень много, все, вот так, чуть-чуть сделаю. Далее я размажу все это дело, увлажняем, как бы. Вообще, как базу можно, или как крем, использовать вообще любой крем, как базу, макияж, чтобы все лучше ложилось, потому что биби-крем от FixPrice, он немножко странный, как бы. Хотя с ним можно, по-моему, не увлажнять ничего, он вообще там жидкий, как вода, насколько я помню. Все, и я вот прям сотру это все ватным диском. Часто я так делаю, например, у меня есть от Фаберлик одна, и параллельно буду рассказывать что-нибудь про свою косметику, у меня есть от Фаберлик, он какой-то на масляной основе, что ли, для снятия водостойкого макияжа, и я после него даже крем не наношу, настолько лицо увлажняется. Все, мы увлажнили нашу кожу, очистили еще, вот она, она прям такая увлажненная. Сейчас чуть-чуть подождем, пока подсохнет, и приступим. Да, я совсем забыла же волосы убрать, чтобы они не лезли ко мне. Кстати, дарила мне моя подписчица. Пободочек красивый, с ним будет намного проще, правда делать все? Так, приступим, теперь мы берем биби-крем, здесь вообще 7 в 1, он выравнивает тон, скрывает несовершенство, матирует, передает сияние, увлажняет, защита 15, препятствует старению, в общем, просто 55 рублей он стоил, по-моему, но он очень жидкий, мне показалось, тогда, не знаю, что сейчас, мы представляем, что у нас просто нет никакой косметики, да? И нам надо как-то выкручиваться. Ой, он может еще под цвет у меня не подойти, блин, я же загорела. Ну, под глаза будем его наносить, так как у нас нечем крыть, так называется, да? Нечем больше красить. Все, я буду делать руками, потому что кисти до 100 рублей я тоже не нашла. Ну, может быть, одна кисточка какая-то будет до 100 рублей? Блин, я побелела. Черт. Так, может быть, у меня мнение поменяется, кстати, об этом крею. Проверим. Ну, по цвету, блин, он светлее меня, че-то. Ну, правило есть правило. До 100 рублей у меня больше ничего нету. Он вообще должен подстраиваться под мой тон кожи. Ну, я вижу некоторые разводы. Вообще, он нихрена не перекрывает, если честно. Вот перекрыл что-нибудь? Вот я вижу, как у меня были вот синюшки под глазами, так отстают. Есть, которые крема реально перекрывают все. Так как у нас нет пудры, не нашла я ее просто за такую цену, то мы подождем, пока он впитается. И там написано, что он матирует, поэтому не должно быть блеска. Хотя сейчас, насколько я знаю, в макияже очень модная нюд, и модно прям не матировать кожу. Она немножко должна поблескивать, как бы естественная такая жирность легкая. В общем, это даже ничего. Даже какие-то специальные штуки продают такие, знаете, чтобы нанести вот этот вот блеск, отблеск на какие-то места. Вот, значит, биби-крем. Ну, что, я что, ничего о нем сказать не могу. Сейчас его на моем лице не видно. И хорошо, потому что в прошлый раз его было очень видно. Он очень стрёмно размазывался. И я не увлажняла до этого кожу. Вот если увлажнить кожу, да, смотрите, неплохо получается. Вот. А-а-а, а контуринг. Блин, а-а-а. А у меня был где-то карандашик темный. Надо его найти. Девочки, радуемся, я его нашла. Вот. Это тип NYX, я его заказывала на китайском сайте. Совсем недавно посмотрела какую-то девушку, которая сказала, я никогда больше не буду косметику брать с Алиэкспресс. Но я помню, я с ним делала макияж, контуринг, знаете, как вот так вот рисуешь, рисуешься, а потом растушевываешь. Вроде так неплохо получилось. Это одно из популярных моего видео. Кстати, я его оставлю в конце вам видео. Значит, смотрите, давайте. Ну, блин, он светлый. Он светлый. Можно еще назвать макияж до 100 рублей пальцами. Вот так, да? Я его, наверное, так и назову в видео. Вот чуть-чуть мы притонируем. Смотрите, мои синячки. Мою голубизну. Вот глазками. Ой, отлично. Вообще, мы ему контуринг сделаем. Вот карандаш. Два в одном спас просто. Спас ситуацию. Вот это счастье. Вы видели, какая я была счастливая? Будь можно вот это вот все убрать теперь. Жалко, все равно пудры нет. Ну вот, вроде бы чуть приубрали. Но он светлый достаточно, на самом деле. Вот так. Что-то вот так, да? Что-то очень светлый. Прямо мне какие-то белые пятна теперь. Может быть, вот здесь тоже его добавлю. День, мама опять это. Что-то не получается у меня. Я еще загораю. У меня на лице такие пигментные пятна начали появляться. Кстати, не было раньше. Я не замечала. Но у меня вот тут, например, темненькое. Вот тут что-то темненькое. Такое неравномерное. Вот эти вот штучки. Так, вытащи пальцы, Сарта. Ладно, все, не буду долго вам мудрить. Давайте сделаем темненькое. Я, кстати, если найду, я ссылку оставлю на этот карандаш. Что, мы здесь немножечко вот так приконтурим вот так. Я люблю выделять очень скулы. Мне нравится. Хоть там кто говорит, что я не знаю. Взрослит, не взрослит. Мне нравится скулы выделять, потому что ты становишься более какой-то такой... Ну, такой прям, знаете, я не знала прям. Заловой. Так вот мы сейчас сделаем. Мандуринку вот тут вот. И больше не вводим. Чуть-чуть. Нос не буду делать. Так, нормальный маленький носик. Так вот разотрем это все. Растушуем, так сказать. Че там получается? Нормуль. Ну, какая косметика? Такой макияж. Чуть меняется вообще. Вроде да. Да? Я вроде красивее. Сына, мама опять мудрит, как всегда. Дальше. Давно хотела попробовать вот такие тени. На самом деле, я сейчас начала пользоваться... Опять заберу. Мейкап ателье. Такие тени появились, которые можно наносить как хайлайтер, как все. Тоже пальчиком наносишь. Очень круто. Мне прям там сказали, что нужно пальцем наносить. И не нужно никакой основы, ничего. Просто и очень красиво. Прям вот сразу глазик светится. И мне кажется, что вот эти тени, Тони Молли, они у нас, смотрите, 4 в 1. Офигенские такие тени, красивые перламутровые цвета. В принципе, достаточно пигментированные. И я хотела их давно попробовать уже. И хотела попробовать вот этот вот цвет. Оранжевенькие. Пальчиком тоже я наношу на глазки. Наношу на все подвижное и неподвижное веко. Тихо, Денечка. Мама же снимает. Мама же снимает. Вообще, я хочу начать больше экспериментировать со всякими яркими цветами. Видите, достаточно насыщенный цвет. Даже при этом ярком свете видно, что оранжевый. Также я возьму темненький вот здесь вот. И нанесу вот сюда вот во внешний уголочек. Что ж, я дурынгл. Здесь же есть кисточка бесплатная. Ну вот, кстати, внизу удобнее было бы, конечно, нанести кисточкой. Хотя эта кисточка порой лучше пальцем намазать, чем такой кисточкой. Чуть-чуть притемнили. У меня вот такой яркий макияж. Угу. Вот. И еще здесь есть такой вот чуть светлее. Я хочу им нанести вообще на все оставшиеся веко сверху. Ой, какой красивый цвет вообще. Вам вот не видно, наверное, но здесь он почти такой же, как персиковый, только бежевый немножко. А тогда самый светлый нанесу прям под бровь. И в уголки. Вроде что-то не чешная получилась, да? Так. Такой у нас супер-мега крутой вариант. Кстати, насчет карандаша для бровей. Тоже за 100 рублей я вряд ли найду. Все это. Но у меня есть идея, я потом в конце вам расскажу, как можно вообще бюджетно, получается, накраситься. Значит, смотрите. Также у меня есть вот такая тушь. Я ее покупала... Блин, ну по-моему она 100 рублей не стоит. В Галамарте покупала. Просто я сейчас задумалась, потому что, может, она стоит 100 с лишним. Ну, по-моему, она 98 рублей стоила. Я еще взяла ее, думаю, нифига себе, такая дешевая. Но она мне очень нравится. Во-первых, у нее на кисточке немного... То есть ее вытаскиваешь, и немного остается туши всего. То есть я могу сразу вот так вот красить и не равнять потом. Они не склеиваются, дают какой-то объемчик, легкость. В общем, на каждый день замечательно. И мне вот эта тушь очень понравилась. И когда, например, быстро собираюсь куда-то, мне нужно срочно накраситься, я вот эту тушь выбираю. Потому что с ней мучений нет. И, казалось бы, она подкручивает реснички хорошо тоже. Объемчик, удлинение легкое. Расчесывает, сразу все распределяет. Видите, вот нету, у меня нету... Видите, не видите, на ресницах нету никаких комков, ничего. И всего лишь за... По-моему, или 89 даже, мне кажется. Не 98, 89 она стоила. Такая вот желтенькая. Левел маскара. И кисточка у нее вот такая вот. В общем, мне очень нравится. На самом деле, такой макияж я делаю впервые. Я смотрю, насколько он яркий получает. Он не дневной, он точно не дневной. Но я никуда не собираюсь сегодня. Я собираюсь только поснимать видео для вас. Поэтому мне нормально. Также хайлайтер это фикс прайс. Это тени, которые я у них покупала. Серебристые, розовенькие. Но мне очень нравится использовать как хайлайтер. Потому что, да, вот сына говорит. Потому что реально они, ну, как бы, такие пигментированные. И не сильно при этом какие-то такие вот яркие. Поэтому я аккуратненько вот так вот нанесу. На зону, где должен быть хайлайтер. Мне кажется, что хайлайтер это вообще очень важно для девушек. У меня тут не размазалось еще до конца. Вот. И над губкой тоже. Нанесем. Да, вообще. Обязаловка. Губка сразу выворачивается. Такая красивая становится. Привлекает внимание. Видите? И использовать, конечно же, под этот макияж мы будем. Тоже я купила. Вот такой вот тинт. Тоже Тони Молли. Он стоит 100 рублей. У них, кстати, мне нравится, что к ним придешь. И вот если что-то бюджетненькое, то я вообще удивилась. Сначала он мне понравился. Потому что я искала оранжевый цвет как раз. Сначала он мне понравился. А потом я спрашиваю цены. Была удивлена, что он стоит всего 100 рублей. Вот тут выкручивается, по-моему. Нет? Как он вытаскивается? Э. Да, он выкручивается. Я уже думала, может, как-то точить надо. Не люблю толстые карандаши точить. В общем, его наносишь. Фишка в чем? Его наносишь. Губки с ним увлажняются, впитываются. Вот то, что было на нем написано. Да? Я его только один раз красила. В общем, он как блеск такой небольшой. Но он впитывается. И он остается потом на целый день. То есть, как тинт. Как пигмент остается. Только вот рыженький. Да? И все. В принципе, все, что я хотела сказать. Да? Больше у меня косметики я не нашла. Меньше 100 рублей. Единственное, что я вспомнила, что у меня вот такой есть наборчик. И мне кажется, что он даже стоит дешевле, если мы сейчас вот наберем 100 рублей тушь, 100 рублей это 100 рублей, это 100 рублей то. Короче, все, да? И насобирается немаленькая сумма. А есть вот такие наборчики, которые продаются также и на Алис Экспресс, и в Banggood. Я не помню, где конкретно покупала. В общем, где я найду такой наборчик, я вам дам ссылочку. Смотрите, здесь тени. Просто миллионных цветов. Они достаточно пигментированные, эти тени. Вот, смотри, зеленый. Да? Виолетовый. Вот. И также здесь три блеска. Но они все такие прозрачные оттенки, то есть это не сам яркий цвет такой. Здесь также пудра, которой можно было бы припудриться. Просто я не стала брать, потому что сама палетка, она, конечно же, стоит не 100 рублей, она дороже. Здесь есть румяна двух цветов. Здесь яркальце есть. Здесь есть для бровей. Светлый и более темный. И кисточка. И что в этой палетке хорошо, что ее можно взять с собой. И не бояться, что там разобьется все, потому что вот этот вот чехочек, в котором он воздушный, он мягенький. То есть даже если она упадет где-то или еще что-то, то ничего с тенями не случится. Но, во всяком случае, мне так кажется из-за вот этой мягкой обложки. И еще очень компактно. То есть вот рука, да, смотрите, помещается в ручку. Я ссылку на него тоже внизу оставлю. Ну что, пока не впитался еще наш тинт. В общем, вот такой вот макияж. Распускаем волосы. Ну мне кажется, что вот это платье, например, очень даже подходит. Что скажет. Мне кажется, замечательно. Все, мои хорошие. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Кстати, он должен не оставлять следов, но только чуть-чуть оставил. Когда он впитается, он должен не оставлять следов. Вот мы его, допустим, стираем, да? Ну что-то как будто его и нет. Или легкий остался пигмент. Вот я вижу легкий пигмент. У меня просто очень яркий свет здесь. Он может съедать очень много света. Вообще губы, на самом деле, очень красивые. Они такие лососевые, персиковые. И вот теперь уже не оставляет следов. Очень красиво. Естественные такие. Не знаю, как вам передать, как убрать этот цвет. Может на дневной? Сейчас пойдем на дневной, я покажу, как при дневном свете. А так, я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кто в первый раз. Я всегда прислушаюсь к своим зрителям. И выполняю некоторые их просьбы, которые мне тоже нравятся. Я люблю экспериментировать с волосами, с косметикой, с одеждой. В общем, много всего. Так что подписывайтесь, не упустите новые видео и новые прикалюхи. Вот. С вами была я, Селена Своей. Прощаюсь с вами до следующего видео. Пока-пока. Ну вот, при дневном свете, что у нас получается. Субтитры сделал DimaTorzok.